Друзья, всем привет! Я сегодня хочу представить наших друзей. Это Елена и Дмитрия Рублёва. Сегодня они получили 3 пеми в этом году, то есть сделали сразу же призвание. 3000 долларов, 4000 и 6000 долларов. Они в этом году стремительно вошли в топ-4 филиала. В этом году буквально вот прям со дня на день они по Новый год получают свой автомобиль по автопрограмме в стоимости 2,5 миллиона рублей, новенькие завтра салона. То есть очень много поздравлений. В следующем году их ждет золотые конференции. То есть у нас Сидной, Австралия. Ну то есть очень-очень много достижений. Наверное, в первую очередь хотелось бы вам задать вопрос. Как вы считаете, нарячему такой просто стремительный вертикальный рост за один год ворваться в топ-4 филиала, сделать 3 серьезные свадьбы, вручить автомобили, премию, поездку в границу, признание, известность? Как вы считаете, нарячем вот это все классно? Я начну. Благодаря всего лишь одному принятому решению сделать бриллиантовый биректор. Вот по сути, 4000-3000 долларов, да, сапфирами, ставшими в локтах, не было целей вообще. Была цель одна, бриллиантовый биректор. Она смотивировала в Майами, США, когда еще была бриллиантовая конференция, когда ее объявили, мы очень захотели в Майами, пожалуйста. Мы туда не попали, но тем не менее команда мы все разбили. Да, все заработало, построились, проанализировали и просто стали делать те же самые действия больше, дальше, чтобы упасть в локтах, да, чтобы полифицировать все в локтах. Но началось все с решения. Принятого решения быть бриллиантами биректор. На самом деле, когда принимаешь решения, то проиграются люди, в команде сразу появились люди, которые пришли на эту энергетику вверх. Потому что есть такая фраза, что чем больше у тебя цель, тем сильнее люди приходят. И мы стали достойны очень классных людей в команду. Я считаю, что заслужить хороших партнеров, ну, на самом деле, это нужно заслужить, чтобы были классные партнеры в команде. И поэтому то, что происходит сейчас в команде, это когда-то выбранные действия вчера. И то, что сейчас вот эти премии, автомобиль, еще какие-то мечты, которые у нас только только сейчас бываются, на самом деле, это просто выбранные действия, которые мы делали вчера. И мы понимаем, что для нашей команды сейчас только начинается сезон роста. И Дима сказал решение, а у меня, наверное, было ощущение вот такое вот, представляете, да, когда достала, когда достала быть золотым директором. В принципе, у нас не было цели стать там каким-то топ-номер каким-то. И мы просто хотели выйти, я лично хотела выйти в топ-100 России. И все это пришло само собой. И когда делаешь одни и те же действия до результата, сегодня ко мне подходили, спрашивали, как думаешь, что было самое главное для того, чтобы получился этот результат. И самое главное, наверное, это было принять решение делать одну регистрацию в день. Потому что все бриллиантовые лидеры и все туповые лидеры. Меня вообще-то очень сильно возмущало, почему это они говорят, что нужно сделать всего лишь одну регистрацию в день, и ты будешь бриллиантом директора. И мне почему-то казалось, ну, такой юргуси говорят, одна регистрация такая-то вообще, это, не знаю, что мы такого не делаем, что ли, одна регистрация в день. И мы просто посмотрели в зеркало и поняли, что мы этого не делаем. И решили, мы будем делать результаты каждый день. Несмотря на настроение, несмотря на то, что у нас маленький родной ребенок, еще не было, чем-то, месяц продажи. Мы просто начали делать одну регистрацию в день каждый день. И вот это привело к результатам. Вы знаете, сегодня у Димы и Лены, они привезли команду, на этом банке более 70 человек. Даже около 100. Около 100 менеджеров. И они проделали путь в среднем где-то тысячу километров и кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше. Я предотвращаюсь о том, что у вас очень сильный командный дух. Вот скажите, как вы считаете, за счет чего за вами такое большое количество менеджеров? Более 100 человек проделали громадный путь тысячу километров, когда в это же время кто-то не может сделать три остановки для того, чтобы хотеть в какой-то мероприятии. Как вы спотребили всех их приедут сюда? Как вы считаете? Ну, наверное, цели. Все партнеры, которые пришли сегодня на Кракайде, они имеют цель достичь какой-то компании. Либо цель везде достичь с помощью благодаря компании. Вот это, наверное, первое. То есть нам не нужно было их оставлять, делать, ну, допустим, приехать сюда на Кракайде. Они сами приехали. Просто им показали их. Я считаю, что еще второе это вера. Это вера в продукт, это вера в компанию, вера в команду. Возможно, кто-то из них еще не верит в себя, поэтому я не сказала, что это вера в себя, но они все равно приехали, чтобы повысить свою самооценку. Они приехали, чтобы познакомиться лично с командой, потому что очень со многим и даже лично не знакомы. И у людей просто есть вера в компанию, вера в то, что мы говорим через вебинары. вера в компанию, которую они видят через экраны и мониторы своих гаджетов. А сейчас они приехали пощупать, потрогать это в реальности. И люди приезжают за атмосферой. Атмосфера команды, она, ее можно передать через вебинары. Ее можно передать через маленькие мероприятия, которые можно организовать в любом населенном пути. А уже из этих маленьких мероприятий можно сделать огромное мероприятие, которое как раз и делает на всей территории России компания «Арифлэм» для нас. Поэтому очень важно начинать со своих мероприятий, с маленьких, пусть даже по маленькому населенному пути живой. Начинаете с того, что вы можете, что вы лично. Потому что ваш бизнес начинается с вас. Наш бизнес начинается с нас. Нет абсолютно претензий никому. Ни тем, кто выше, ни тем, кто ниже. Только к нам самим. Если у нас что-то получается, то виноваты мы в этом. Если не получается, то виноваты то же самое мы. Поэтому очень важно начать с тебя, начать с своих тараканов в голове, с возружения внутренних, с принятых решений внутри. И тогда жизнь начинает финально меняться. Спасибо большое вам за откровенные ответы, за вашу общую открытость. Делитесь со всеми. Друзья, вам, наверное, хочется пожелать, чтобы в 2016 году у вас был год стремительного роста. Вы видите, что все реально, вы видите по нескольким званиям, группным званиям. Так что все возможно, самое главное, видеть, действовать, держать, мечтать, идти к цели, чтобы ты не стал. Все, друзья, всем пока. Спасибо.